Ситуация с этим объектом начала накаляться с прошлого года, когда решением Центрального суда этот объект из села Верний Юрт улицы Обовяна 26 Хостинского района стал числиться на улице Пластунская Центрального района. Узнав о таком неправомерном действии, мэрия направила апелляцию, по итогам чего решение суда было отменено. По поручению главы города на месте строительства регулярно дежурили казаки и полицейские. Но возведение сооружения продолжалось по ночам и выходным. Тому свидетели жители дома, стоящего через дорогу от объекта. Алла Быкова рассказывает, когда началась стройка, все думали, что возводят опорную стену. На деле оказалось другое. Мы спросили, ведется укрепление вот этой части дороги, так как дом ползет. Ну, потом узнали, что здесь будет строительство магазина. Магазин как? Какое отношение это самое? Магазин к дороге, дорогу надо расширять и делать отвод воды. Ясно и понятно, что дом страдает от наводнения. Вот когда идет оттуда, от Шаумяна вода, дом полностью в воде. Администрация как бы согласна с тем, что разрешения нет и она помогает. Мы надеемся на нее. Выезжает на вызовы, милиция приезжает. Новый виток в деле появился совершенно недавно. 17 июня уже Хостинский суд признал право собственности на этот участок, а незаконное строение стало узаконено. И это несмотря на то, что еще весной было вынесено иное решение. Еще 26 апреля мы добились наконец-то признания Хостинским судом наложения ареста. Были наложены обеспечительные меры. Но этим же Хостинским судом через несколько буквально дней, 5 мая текущего года, не проинформировав ни администрацию города, не проинформировав ни другие заинтересованные ведомства и структуры, обеспечительные меры были сняты. И тогда застройщику были развязаны руки. Власти Сочи не согласны с таким определением и намерены отстаивать интересы сочинцев во всех инстанциях. Данный судебный акт вызывает большие сомнения в плане законности его принятия. В администрации подготовлена частная жалоба с целью отменить это определение, как вынесено незаконно и необоснованно, и ходатайство о восстановлении пропущенного срока. Параллельно отделам правового обеспечения проводится работа по отмене судебного акта, которым признаны права на самострой, что в принципе тоже недопустимо, поскольку при возведении указанного объекта имелись множественные нарушения, которые являлись препятствием к узаконению указанного самостроя. Теперь администрация Сочи обратилась в прокуратуру и краевой суд. Расследование этого дела уже ведется. Если решения Хосинского суда будут признаны неправомерными, то объект будет снесен. Расходы по демонтажу лягут на застройщика, который по итогам сегодняшней встречи с первым заместителем главы города Мугдином Чермитом обещал остановить все работы до принятия решения краевым судом. Пока строительство действительно заморожено.